Мадлоба. Друзья мои, сегодня на часах восьмое октября две тысячи двадцать третьего года и каталог Мадлоба приехал в крепость Ахалцихи. Я не говорил, что многие называют эту крепость крепость Рабат, крепость Рабатти, даже многие экскурсоводы называют это Рабат, да, потому что так туристы решили и так это называется. Но по-настоящему эта крепость называется Ахалцихи, потому что в переводе с грузинского это новая крепость. И мы сегодня с вами прогуляемся по этой крепости, посмотрим более подробно на ее красоты, на красоты, которые открываются с ее вершин. И вот здесь заглянем в такие уголки, куда не ходят туристы. Допустим, мне очень нравится эта стена, как фотостена, да, вот фото зона, старинная крепость, старинная стена девятый век, девятый, десятый век. И здесь очень и очень хорошо. И мы прогуляемся с вами по этой крепости. Я расскажу, что знаю. Знаю я немного, но думаю, что этого хватит, чтобы смотивировать вас приехать сюда. И в каталоге Мадлоба мы вместе с обзором города Ахалцихи, который расположился внизу этой крепости, посмотрим на эту самую крепость уже изнутри. Потому что картинки, которые вы часто видите, они очень фотошоплены, они яркие, они красивые, но не передают того масштаба, который здесь есть и который здесь присутствует. Я думаю, что вам будет полезно. И мы начинаем это с вот такого небольшого бассейна, да, эти бассейны в крепости изобилуют. Но это не купаться, это скорее, наверное, для омовения. Почему? Потому что в этой крепости очень много культур. Это даже не крепость, это какой-то крепостной город, да, то есть такой крепостная локация, да. Почему? Потому что здесь крепость в крепости. И здесь разные культуры, разные эпохи. Из-за того, что здесь три века, это было под османами, потом были различные там, ну, то есть как бы все. Тут было все, кто могли. Эту крепость постоянно захватывали, отвоевывали. Она постоянно разрушалась там, ядрами разбивалась, храмы полились, мечети там разбирались, переименовывались, да. Но здесь очень много связано интересных историй. И мы с вами пройдемся, посмотрим, как это выглядит, да. Опять же посмотрим глазами, вот как вот путешественника. Потому что гиды очень часто они рассказывают интересно, но какие-то исторические факты, которые нам, в принципе, и не нужны, потому что здесь есть много других интересных мест. Допустим, те же самые гаремы, которые были, ну, султан, падишах, любые, то есть любые полководцы, они, естественно, не могли без гаремов. А любая мечеть, она не могла быть без медресе, потому что медресе – это там, где учатся мальчики. И, соответственно, здесь есть казематы, и это вот этот вот комплекс был отреставрирован в двенадцатом году, в две тысячи двенадцатом году при правлении Саакашвили, да. Потому что он, как я понимаю, понимал всю важность исторических объектов, потому что это магниты для, для туристов. А туристы, друзья мои, мы снизу, когда потом будем идти обратно, я вам покажу пример, как здесь работает туризм. И, в принципе, Батум не надо ничего придумать, лучше хорошо украсть, чем плохо придумать. Ну, и вот мы смотрим вот такие арочки, да. То есть, опять же, друзья мои, это не бассейны, я понимаю, это все такие вот для омовения. Здесь очень много было воин, соответственно, как бы люди часто и много молились, мусульмане много, да. Соответственно, вот эта вот постройка, это больше похоже на христианскую, вот, но это новострой, по-любому новострой, но по типу вот такого грузинские церкви, очень похоже на то, как вот строятся типичные церкви там двенадцатого, четырнадцатого, шестнадцатого веков. Я небольшой историк-археолог, но побывал уже в Грузии много где, а это вот такая проход, это явно из востока, это вот такая османы, турки, да, соответственно, такая вот история. Ну, давайте пройдем, посмотрим дальше. Вот. Все эти кирпичи, это все новострой, новодел, мы видим, да, потому что сами по себе крепости, они, скажем так, черные камни, потому что за время вода все это дело проливалось, но тем не менее, сегодня, напомню, восьмое октября две тысячи двадцать третьего года, ну и вот здесь вот такие проходы, вот основная-то башня, которая с флагом грузинским этой крепости. Ну и, друзья мои, зачем сюда ехать? Сейчас поднимемся на крепостную стену и посмотрим, вот такие виды открываются с этих самых стен. И вот туда мы также смотрим, видите, мечеть. Ну, опять же, это у этой мечети, которая золотой купол, у нее очень интересная история, у нее много историй, разных историй. И вот эта крепость, видите, она снизу смотрится, вот так вот, да, тоже большой. Потому что, смотрите, Ахалцихи, вот он внизу, как город Ахалцихи, и, в принципе, это крепостные стены, они защищали, тут жила и пребывала знать, а все остальное, оно жило внизу. Обслуживающий персонал, соответственно, там все эти поля, фермеры, крестьяне, гончары, плотники, кузнецы, вся эта история, она жила внизу, вот. И вот отсюда тоже хорошо видно, да? Ну, вид вообще. Вот, они все жили внизу, соответственно, получается, здесь во время, а войны были здесь постоянно, регулярно, потому что это был такой форпост, там уже до Турции, там 30 километров, да, до сегодняшней Турции, там армяне, там османе, там русские, русские все время хотели здесь и завоевывали часто эту крепость, да, соответственно, получали там, тут даже декабрист знаменитый, насколько я помню, завоевал эту крепость. И когда он был полковником, сразу получил фельдмаршала, потому что, как бы, по словам, но опять же, я ничего не хочу иметь против истории, но, как я понимаю, что очень часто преувеличены факты, что здесь было 30 тысяч турок и он восьмитысячной армии, соответственно, отбил эту крепость. Ну, может быть, может быть, вот, но много вопросов. Ну, вот арочка, да, которую мы сейчас проходим, смотрите, как красиво, то есть, вот, идем по ней и прям Санта-Барбара, ты-ты-ты-ты, вот, я считал, что это мрамор, но, друзья мои, это от мрамора очень далеко, вот, но, тем не менее, вот, сделано красиво, сделано хорошо, практически такая Санта-Барбара, ты-ты-ты-ты, ты-ты-ты-ты-ты, вот, ну и красивенько, бесспорно. Вот, там внизу, по-моему, эти какие, вот, давайте спустимся, тут внизу должны быть какие-то катакомбы, по идее. Понимаете, когда строили церковь, вот эту, церковь, крепость строили, реставрировали, когда она была на реставрации, то не копали в глубину, потому что не было тупо денег, они начинали все это делать, но и заканчивали, и вот, там, такие проходы, они пустые, но вниз туда не копали глубоко, не копали, потому что, как бы и так по рассказам было задрачено много денег, но опять же, все эти затраты, наверно, купаются, строятся, и потому что до сих пор народ Ахал-Ахал цахи живет в большинстве своем, я не знаю как, но очень много живет по туризму, из-за туризма, вот, и отчасти эта церковь, церковь, эта крепость, это такой знак, это, наверное, символизм такого, одна из самых больших церквей, наверно, на Кавказе, церквей, крепостей, у меня про церковь, вот, но, тем не менее, очень-очень, тут можно ходить целый день, это какая-то православная церковь. Тоже новострой, вот, но, судя по рассказам, здесь воссоздавали все плюс-минус похожее по эскизам, по образцам, по тому-посему, вот, и здесь, соответственно, вот есть такие старинные каменья с тех веков, вот, групповые фотографии учеников, ну, классно, когда детей сюда водят, я думаю, что сюда их водят еще бесплатно, потому что билет вот в эту часть крепости 18 лари, вот, ну, и смотрим здесь вообще, да, такие, просто погулять и посмотреть прямо хорошо, ну, можно подняться, кстати, вот туда, смотрите, у крепостей были несколько оборонительных ступеней, которые, да, в зависимости от того, ну, опять же, вот сюда приезжают маршрутки, такси, да, и вот мы видим, какое отсюда, да, с другой стороны, вот, вот там, до той стороны, видите, эти камни стоят, вот это кладбище, это все была крепость, то есть это все была крепостная стена, но со временем чуть-чуть отдали под город, да, соответственно, чтобы не восстанавливать много всего, вот, вот там, с той стороны, тоже крепостная стена, а почему, потому что восстанавливать дорого, а для того, чтобы иметь представление, я думаю, и тут грузины сделали более чем, достаточно восстановив. Вон, видите, это вот молодые, это молодые, молодые грузины, молодые жители Грузии, правильно сказать, там, да, они, видите, они не боятся камер, они хотят, чтобы их снимали, потому что они понимают, что личный бренд, популярность, это важно, а более пожилое, они как-то зациклены, что, типа, вот, телевидение, вот, видео, это всегда опасно, это всегда стрёмно, и тебе там надают, там, мама, не горюй, вот, отсюда зайти нельзя, вот, потому что это платная часть этого, как его, этих, как его крепостей, вот, ну и здесь такой а-ля музей под открытым небом, вот, тут у них уже, видите, такие камни, плиты надгробные, вот, ступы различного, то есть, вот этим вот вещам многим пять, многим семь, некоторым даже, может быть, десять и двенадцать веков, потому что здесь датируется упоминание девятым веком, друзья мои, девятый век, и вот эти вот камни, вот эти вот ступы, эти колонны, эти могильники, вот эти вот жернова или, там, мельницы, там, да, вот это вот всё, оно очень и очень старое, древнее, и здесь ещё больше, с каждым годом оно принимает всё больше и больше ценность, потому что оно всё больше и больше начинает стоить, ну и вот здесь вот какой-то есть профиль, да, видите, прям надея какого-то князя, может, или воина, там, да, вот что-то такое интересное прям здесь стоит, вот, ну, я думаю, что, может быть, какое-нибудь место ему другое придали, но это со временем, опять же, видите, здесь вот фонари стоят, что не может не радовать, вот, и эти фонари, они очень классно делают подсветку, вот, и получается всё в таком стиле, ну, и окружают, да, мы видим, окружают, вот, армянские церкви, вот там какая-то ещё, опять же, много, здесь очень много мечетей, потому что очень много мусульман, и в Грузии это не ощущается, понимаете, здесь нет, вот здесь, вот реально, я тут живу четыре года, и я хочу сказать вот ответственно, что как бы, что в Батуми, в Ахалцихе, здесь по барабану какой-то веры, вот абсолютно по барабану какой-то веры, людям до этого не холодно, не жарко, вот не ходи, не навязывайся к другим со своими, там, этими, и будет нормально всё, потому что у меня был друг, который даже, ну, знакомый хороший грузин, а я только спустя, может, год узнал, что, и то случайно узнал, потому что он не ел аджахури, аджахури – это со свининой, а он мусульманин не ест свинину, соответственно, как бы, и он такой, я не буду, я ему почему, ну, я у него веру не позволяю, ну, в таком мягком, как сказал так, это я уже сам додумал, вот, то есть это не выпячивается, это не говорится, же там, не знаю, там, вот эта вера плохая, а эта хорошая, то есть ты веришь, окей, и всё получается окей, поэтому вот здесь, в таком ключе, это очень и очень классно. И вот мы вышли в ещё одну локацию, вот, мы смотрим её там, да, она у нас получается, эта локация, вот эта мечеть, но почему к ней к этой мечети очень много вопросов, потому что у мечети обычно вверху полумесяц, а здесь не было, и тут много историй с тем, что, как бы, очень часто это здание было построено изначально, чтобы его можно было, ну, это могут быть такие додумки, да, чтобы его, как это, власть меняется, и поменять её на храм, а потом власть меняется и поменять её на этот, как его называется, на мечеть, да, соответственно, поставил там вверху крест, в зависимости от того, что стоит на куполе, то есть это может быть как мечеть, это у турок, да, вот этот, есть самый главный храм, который часто переходил, то он был музеем, то он был христианским, в итоге стал мечетью, почему, потому что вера всё-таки она такая, да, как бы, и много людей из-за этого, но мы смотрим, если по кругу смотреть, то здесь, друзья мои, вот оно, если смотреть вот так, то вот там это христианский, вот это вот что, вот этот вот, церквушка, да, это уже очень похоже на Грузию, когда вот ездим, да, по этим храмам, то есть это вот оттуда образец, это обычный крепостной такой вариант, да, это у нас получается тоже, а вот там это уже такая больше, наверное, скажем так, больше восток, да, вот такой восточный стиль, мы сейчас к ней подойдём, посмотрим, да, вот этот вот тоже, вот эти вот такие решётки, это уже такая традиционный восток, вот эти вот ниши, да, они очень часто, их можно увидеть, это для того, чтобы имамы, там никто, кто зазывает на проповедь, они становятся сюда, вот есть такие углубления там, они становятся и призывают на молитву, вот, ну и вот эти вот это вот, опять же, это новострой, но понятно, что вот эти беседки, это больше похоже на, это уже такой славянский, наверное, русский стиль, да, вот такие, полковничий, там, водопадик, мы там побольше, а это такая, может быть, Византия, ну, я не спец, да, ну, то есть вы видите, что очень много культур в одном месте из-за того, что здесь эту крепость, она большая, она стратегически важная, ее не могли разрушить как таковую, вот, и, соответственно, как бы здесь, в этом случае ее, видите, ну, опять же, эти бассейны, вот эти бассейны, это не для плавания, это бассейны больше такие, опять, мое сугубо личное мнение, потому что бассейны для плавания, они должны быть такие, как бы, ну, с какими-то, не знаю, для бани, для чего-то еще, а это такое, больше для омовения, либо для прохлады, да, для вот такого всего, и здесь вот такие моменты, они, скажем так, больше для прогулок, для бесед, может быть, каких-нибудь там, не знаю, собраний, плацей, потому что это такая часть, видите, а это уже, вот это, как бы, наверное, может быть даже, как и баня, да, потому что, как бы, какой-то формат вот такой парилочки, здесь уже такая, может быть, да, вот, как бы, такое для купания, вот. Ну и здесь, смотрим, да, это может быть, может быть, здесь какой-нибудь гарем, там, тусовался, да, и вот здесь вот возлегали, там, не знаю, жрецы, как бы, этого наложницы, да, и сюда приходил хан, потому что они очень были охочи, да, всех этих вот делов, и понятно, почему, потому что у них были там сотни наложниц, выбор был большой, делать в этих крепостях было, по сути, нечего, даже не было ни интернета, ни телевизора, ничего, и вот эта вся история была, вот, а это какая, а, я понимаю, что такое, это в принципе, вот, это такие в крепостях были такие переговорочки, то есть у нас это получается, вот такие комнаты для переговоров, мы сейчас посмотрим ее, вот она, да, смотрите, вот мы заходим, здесь резная, вот такая вот резьба, вот здесь потаенный лаз был, вот такая резьба, она, во-первых, очень сильно, то есть выступает в роли, в роли этих, как его, шумоизоляции, то есть нельзя подслушать, да, и вот такие моменты, вот видите, это вот история, вот это, эту очень часто брали, вот такую часть, с собой брали мусульмане для того, чтобы это такой переносной, как это у них, молильный дом, да, соответственно, как бы, для чего, потому что, как бы, мечеть такая, переносная, потому что, как бы, сюда, в эту вот выемку становился имам, да, или там кто, и зазывал на молитву, то есть, и это все перевозили, то есть, это перевозили, собирали с собой, условно говоря, и все это дело поднимали, вот, вот в потолке эта выемка, она тоже открывается, потому что, как бы, здесь мы могли, со временем, то есть, это как вытяжка работала, или там, готовить какую-то еду, не знаю, вот, эти вверху моменты, это уже декор, скорее всего, потому что в таких домах, ну, вот, если были комнаты, дома, видите, там, сундуки, там, да, вот там, как каминная нагревалась, там, да, видите, вот здесь камин нагревался, в таких домах, если были лежаки, они были больше, они были шире, и там лежали, спали, почему, потому что тепло было вверху, весь теплый воздух был вверху, вверху было безопасно, потому что внизу в степях были, там, змеи, там, туда-сюда, и, ну, здесь, видите, она такая, больше в декоре, потому что там совсем мало места, то есть, если бы ее сделать на метро, вот хотя бы так, то можно было бы там спать, ну, и вот, судя по тому, что она подвижная, вот эти комнаты, да, они были с тайными лазами, видите, и очень часто они были, вот такие, читал, что в таких моментах, они были всегда в крепостях, вот таких, в таких переговорках, вот это переговорки по-нашему, да, в них есть секретный ход, секретный лаз, почему, потому что к правителю сюда приходили лазутчики, да, они там есть, знаете, эта крепость, она пропитана подземными лазами, и очень важно, чтобы в эти, никто не видел, кто приходил сюда на эти, как его, на переговоры, да, это могли быть лазутчики, это могли быть купцы, это могли быть там, не знаю, генералы, это могли быть кто угодно, либо в случае чего человек мог пойти сюда на переговоры и тихонько слиться, что тоже было хорошо, вот, ну, и вот если смотреть дальше, мы сейчас перейдем к самому интересному, потому что здесь у нас к одному из самых интересных моментов, потому что, понимаете, все русские историки, советские историки, даже грузинские историки, они стесняются говорить про гаремы, ну, просто стесняются, потому что не принято, да, как вот, помните, было там, в СССР секса нет, и вот здесь, как бы, вот это называют там медресе, да, вот со всеми делами там, да, вот эти комнаты с решетками там, со всеми делами, но я думаю, что все-таки вот эта вот часть, она очень похожа на гаремную часть, да, вот сюда получается бассейн, вот такие лежбища, потом получается вот эта переговорка, хотя это может быть новострой, это может быть придумано все, но вот эти такие арочные своды и вот эти вот комнаты на втором этаже, это больше похоже на гаремную часть, где, скажем так, вот, а здесь уже у нас вот такие комнаты, это такие, как может быть даже, как кельи, да, в случае чего, это могут быть здесь уже какие-нибудь, условно говоря, может быть, как вот для учеников медресе, да, опять же, потому что здесь мечеть, ну, вот такие вот, эти решетки, как многие там все считают, что они, это может быть, как со стороны и новодел, потому что часто вот такими решетками просто как бы сюда ставили слюду, да, то есть в такой формат, а потом это как бы использовали, может быть, уже как какие-нибудь, потому что, понимаете, если здесь были советы, условно говоря, они здесь были, потому что это пограничный район, да, то, соответственно, здесь стояла военная часть, наверное, а если здесь стояла военная часть, то, может быть, это будет какая-нибудь гаутвахта, вот, ну и вот, да, кстати, вполне допустимо, что здесь, ну вот, это уже больше похоже, понимаете, уже не на камеры, а именно на комнаты, потому что вот вам одна дверь, да, вот вам окна, вот такие светлицы, вот, с камином, то есть вот, вот вам отапливается, вот вам такой вид из окна, вот, ну и, соответственно, это как мечеть, ну, а сейчас идут споры, тут до сих пор нет ничего наверху, потому что я слышал интересную легенду, или были, не знаю, что когда русские хотели захватить это и общались с турецким султаном, он сказал, скорее ты снимешь луну с неба, чем полумесяц с этого, с этой мечети, да, соответственно, тут шли прям такие бои ожесточенные, но опять же, это надо смотреть историю, не, а это прям закрыто, может там кто-то сейчас сижу я в темнице сырой, ну, судя по тому, что здесь видео и интернет, это когда-нибудь будет спорожка, ну и красивенько, посмотрите, вот не зря, да, вот смотрите, вот они сделали реконструкцию, да, и сюда немного денег вкинули, но это окупается, я думаю, что и будет окупаться, потому что я не знаю, почему они остановили это все, вот, коронавирус же, да, потом это, как его, ну, интересненько ходить, интересненько смотреть, потому что, друзья мои, ну, смотрите, какие виды открываются с этой крепости, это вот просто, вот, замочки, а вот это уже получается, видите, какая-то растяжка, здесь сундучок, а это что-то, какой-то а-ля ткацкий станок, наверно, что-то типа такого было, и это такая пожарная, видите, наверное, такая история, насос пожарный, чтобы качать воду, вот, и такие растяжки, видите, раньше ставили, такие растяжки, ну, вряд ли это для то, чтобы лежать, это, скорее всего, какая-то прялка, вот, ну, часто при хорошем хозяине в таких крепостях, каждой комнате было отведено хорошее место, вот, ну, и виды здесь, конечно же, ну, прям хорошие, да, ну, и решетки, вот я тоже, декоративные решетки, декоратив, да, вот мы здесь видим эту же самую решетку, она здесь ни к чему, то есть от слова совсем, потому что здесь у нас не загорожено, а здесь загорожено, ну, к чему она здесь, не знаю, вот, ну, опять же, все, вот, либо там, вот, ну, надо понимать, что здесь холодно зимой, из-за того, что камень, это не отапливается, это сейчас более-менее прохладно, а зимой тут, наверное, дубарь, потому что здесь реально все в камне, камень, он, он впитывает, соответственно, как бы, и тут прям холодновато, ну, и вот такие колонны, видите, все, новодел, ну, опять же, пусть лучше будет новодел, но чем не будет ничего, потому что очень много церквей, в которые ты приезжаешь, и когда ты ожидаешь там увидеть прям церковь-церковь или крепость-крепость, то не видишь ничего, какие-то четыре камня лежат, и все, тут была крепость, вот, и вот была, и воображай себе, а здесь не надо, тут уже все есть, но опять же, многие культуры, которые здесь были, многие, да, они здесь прям отражены, вот фотосессии классные можно делать, и воздух здесь, опять же, птички поют зелень, да, вот смотрим, вот, и вот, друзья мои, напишите в комментариях, вот, что вам напоминает вот эти вот, я не знаю, это больше напоминает такое гарем, да, вот, со всеми вытекающими, втекающими отсюда, ну и вот мы заходим в мечеть, вот, либо храм, вот, очень круто, он большой, куполообразный, вот, и вот второй этаж, который там есть, мне тоже кажется, что для женщин, чтобы они там молились, потому что внизу мужчины, вот, ну, опять же, все это, я такой историк, так себе, ты знаю, ну и вот такие моменты, вот, да, это для, вот, как я помню из истории, то, что я читал, смотрел, это для имама, чтобы он становился, либо там и зазывал на молитву, вот, ну вот камни, это какой-то алтарь, может быть, жертвоприношение, ну, потому что, видите, там, с кровоостеками, со всеми делами, вот, ну и вот окна такие, которые, видите, вот они прям отражают топуши, они сделаны такой меткой, мелкой, чтобы уже слюду было легче ставить в такие штучки маленькие, да, и светили хорошо тоже, вот, ну и здесь, наверное, тоже, ну, опять же, это все видим новострой, но этот храм, он датируется очень и очень, по-моему, 12 или 14 век, вот, его захватывали, перезахватывали, вот, купол, по-моему, новострой, ну, там есть музеи, есть ядра, огромные ядра, и можно посмотреть, сколько здесь, тут, наверное, не было пятилетия, чтобы эта крепость не атаковали, не захватывали, не, потому что она стоит на очень выгодном положении, и здесь проходят торговые пути, а раз проходят торговые пути и граница государств, то эта крепость наверху стоит, да, соответственно, она была лакомым куском, и инвестиции в эту крепость очень быстро отбивались, судя по тому, что торговые пути, они давали нормальный профит. Ну, и тут тишина, когда людей не видно, не слышно, они стоят, что-то слушают, то прям хорошо, вот. Сейчас перейдем к фонтану, который там, фонтан, фонтан, фонтан. Ну, и радует то, что, видите, здесь все пострижено, нет мусора, нет ничего такого, где, скажем так, можно было бы. Ну, вот эта беседка, опять же, повторяю, что как бы ее может быть здесь не было, потому что это как бы здесь представлены здания, которые, возможно, были, судя по чертежам, по эскизам, по рассказам путешественников, которые были, потому что часто эту церковь, церковь, эту крепость восстанавливали отчасти по тем, не, там же не было фотографий, да, были путешественники, которые ходили по странам, да, по торговым путям, и они рассказывали о тех или иных достопримечательностях. Ну, и вот фонтан. Ну, я не удивлюсь, что, возможно, фонтан такой и был, и вот почему. Потому что, будь то монголы, либо там кто-то еще степные народы, у них вода была на вес золота. А Грузия, она всегда была таким, не знаю, очень водоносным краем, здесь очень много воды. Очень много воды, соответственно, и как бы здесь вот такое фонтан, это как бы роскошь, и сниматься около, там как бы, грубо, здесь вести там беседы, наверное, невозможно, потому что шум, но вот такая, как бы, роскошь. Может быть, даже, скорее всего, это было инклюстировано какими-то, там, не знаю, камнями, там, золотыми, бирюзой, там, да, либо какими-то, там, янтарем. Вот эти из пасти льва, там, может быть, были из золота. Ну, оно все может быть, я не знаю, но, опять же, смотрим, как здесь очень и очень красиво. Вот. Вон, дети, видишь, как? Типа лабиринты, вот тут тоже интересно, да, смотрите, из кустов лабиринты, как в этом, то есть они в миниатюре, но я думаю, что здесь вполне себе нормальная локация для Болливуда, потому что снимать в таких локациях в Грузии будет недорого. Я думаю, что Грузии, грузины очень толерантны, и с ними легко договориться, вот. Снимать в таких локациях удовольствие, потому что они уже готовы, да, и делать какую-нибудь проходку здесь по вот этой вот, скажем, очень-очень неплохо и даже может быть очень хорошо. И чем выстраивать ее из говна и палок, можно сюда приехать и сделать вполне себе пару удачных дублей или проходок. Ну, смотрите, да, вот вам чем не проходка по дворцу султана. Причем все готово, естественный свет, естественная крепость, да, и вот вам прям, ну, хорошо же, да, и красиво. Смотрите, какой задник, задний вид, там горы, горы, облака, солнце, тут запах, детский крик, это крик жизни, да, он не раздражает ни капли, вот, да, вот здесь, ну вот, прям такой крик радости. Это крик жизни, да, крик жизни в такой вековой, скажем так, для многих это была могила, потому что я представляю, сколько здесь погибло и при штурме, при осаде, при защите, при нападении, ну вот, это прям такая, вот, особенно внизу, вот. Но при этом здесь очень и очень, как это, спокойно, наверное, сейчас, да. Ну и вот смотрим, да, сама по себе крепость, вот она, да, еще, это второй ярус, то есть вот эти уже моменты, то есть здесь, наверное, уже были еще дополнительные крепостные стены. Вот. Это прям такие жернова, это же надо что-то такое молоть, чтобы таким жерновом размолоть эту всю историю. И вот смотрите, как эта крепость, вот она, да, она прям в камне, она не то, что как бы накидана, она прям, видите, как бы стоит из камня, и это естественное укрепление, естественное укрытие. О, вот мы пришли в музей, друзья мои, это мои любимые места, это исторический музей, вот, мы сейчас сюда пойдем, конечно же, вот, посмотрим эти огромные волны. Вот скажите мне, что надо было сделать, чтобы это выдолбить руками, в камне, да, или вот этот вот обтесать. Ну, когда люди строят, когда ты сюда приходишь и видишь, что это вот, понимаете, это вот то, когда мы видим, когда природа и человек, они в едином порыве делают вот такое защитное сооружение наверху. Неприступное, по сути, вообще, потому что, ну, как ты поползешь, вот даже при какой-то лестнице, там, да, если будешь лезть, один камешек сверху и досвидос. Вот, ну, и виды здесь, сами видите, все просматривается прям, как на ладони. Ну, и вот тут вот надо отдать должное грузинам, что они, смотрите, все убрано, все подстрижено, все ровненько, даже травка подстрижена, понимаете, ни мусора, ничего. Вот, все стоит и все любуется. Друзья мои, я думаю, что первая часть у нас закончена, мы сейчас пойдем в музей, я вас приглашаю с собой в музей, придем посмотрим. Вот, тоже будет много интересного, я думаю, в этом не был. Вот, и перейдем ко второй части. Мадлоба